Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы с вами можем смело констатировать, что какой-то этап нашей жизни миновал под названием «Тяжелые времена». Потихонечку мы начинаем выходить из того состояния, которое называется «Жизнь в четырех стенках нашего с вами здания». Но, тем не менее, некоторые люди считают, что это тоже войдет в какую-то определенную историю, потому что люди, которые не просто жили дома, не просто занимались домашними делами. Я, например, перемыл уже все, что только можно было перемыть, сделал какие-то такие вещи, что-то отремонтировал, не выходя из дома. В общем, все то, до чего раньше руки не доходили, было время сейчас эту ситуацию каким-то образом изменить. Это делали многие. Многие обратили внимание на то, что у них подросли дети, что у них какие-то появились свои мысли. Кто-то обратил внимание на своих ближних, кто-то, наконец, подарил больше тепла и ласки своим родным и близким. Но, конечно же, были и трудности, мы тоже о них знаем. Но сегодня мы поговорим о том, как люди занимались творчеством во время вот этого вот сложного режима, в котором мы все с вами составили. В общем-то, в какой-то степени он и сейчас продолжается. Я приветствую в нашей студии профессиональных фотографов, семейных профессиональных фотографов, Дмитрий Мурашов и Алина Пасторонко. Здравствуйте. Здравствуйте. Жители городского округа Люберцы, правильно я понимаю? Вы давно здесь? Вы отсели или понаехали? Нет, мы не отсели. А откуда, если не секрет? Я из города Ярославля. А я из Тулы. Ага. То есть вы так как-то посредине... Знакомились с моим театральным институтом в Ярославле. А, в знаменитом Ярославском театральном институте, который... Волков там у нас самый главный деятель был. Да, да. И там есть театральный институт. Мы учились на кафедре театра кукол, кукольники. Да. Учились на одном курсе, закончили театральный институт, приехали работать в московский театр теней, который находится на станции метро Первомайская. Два года... Это вот эти все... Да, да, да. Ну, не совсем. Ну, я самое простое показал. Театр теней, он разнообразный. Там, может быть, это китайские куклы, испанские тени. Ну, там же еще и отражения можно использовать. Да, он вообще и просто предметы, и... Ну, он на самом деле безграничен, театр кукол. Вот я сейчас своим студентам тоже задавал задания от тени, отражения. Фантастические какие-то есть вещи. Кому-то пришло в голову, наконец-то он понял, что, например, человек зажигает... Ну, зажигалкой пользуется, да, и часть между самым пиком огня и зажигалкой не отражается. То есть физи... физи... физически, скажем так. И прямо это человека привело в такой восторг, что... То есть из задания получилось удовольствие. Потому что вы же понимаете, что такое задание во время обучения. Кукольный, как бы, мультфильм, это как театр кукол в записи. То есть если смотреть спектакль в записи, это немножко... По кадровой схемке. Немножко не то. Мне кажется, это не может передать всей сути кукольного театра. И получается, что он более ограничен, чем рисованная графика. То есть для кукол нужен зритель. Да. А мультфильм всё-таки это как картинка. Ну, я считаю, что да. Понятно. Человеческий глаз воспринимать немножко не так, когда мы видим куклу вживую, когда работает именно актёр и... Невозможно тонко передать какую-то эмоцию через куклу, если есть какая-то преграда в виде камеры, например. Почему вы всё же не стали или пока не стали работать именно актёрами куклыного театра? Мы поработали, и как бы просто у нас было такое развенчание мифов после института. В институте было творчество, реальное, настоящее. Всё, как и хотелось, как оно и должно быть. А по факту-то в театре такого не оказалось. Это превратилось скорее в какую-то рутину. Вот передо мной лежит ряд работ. Здесь есть работы, которые относятся к вам как к фотографам, я так имею в виду, ну, обычные, да, из обычной жизни. Как у нас сейчас говорят, до короны и после короны. Вот, например, одна из таких работ, это... Как вы её называете? Шостакович так и называется? Она называется у нас «Маски, которые мы носим». Маски, которые мы носим. Вот, казалось бы, использована здесь пластинка Шостаковича, да, собственные стены. А балалайка – это... Чья балалайка-то? Из театра. Из театра тоже ваша балалайка. Вы в костюме, я так понимаю, да? И получается, что реально Дмитрий Шостакович получился. Да? Вот одна фотография. Ещё покажу фотографию для того, чтобы мы как-то с вами могли, например... Вот это мне... То, что на меня произвело впечатление. Да, вот такая фотография. Как она называется? «Будь точнее». «Будь точнее», да. «Будь точнее». Тут, в общем-то, и 8 марта как-то читается. Да, да, да. И 8 марта, значит, и голова мужская, и куда стрелять, всё положено и так далее. «Будь точнее». И образ ещё такой получается немножко там есть, да. Ну, я так смотрю, что... Сейчас вы расскажете, кто придумывает образы, кто занимается уже... Значит, вот ещё одна работа, где у нас Дмитрий в роли актёра выступает, да? Вот. А это с помощью газет. Видимо, это навеяно моментом протирания ок. А окошек, когда сейчас все моют окна активно... Расскажите, как это называется фотография? Это называется у нас «Пожиратель новостей». «Пожиратель новостей», ну да, сейчас это очень актуально. Это было снято вот практически в самом начале изоляции уже официальной. И на тот момент люди, и мы в том числе, и все наши друзья постоянно мониторили какие-то новости, обменивались всякими, в том числе и лженовостями. И это всё вот так крутилось в голове. Все ели эти новости реально. Всё, что кладут изо всех источников. То и едим. Но, тем не менее, помимо таких работ, ну, тут, можно сказать, присутствует у нас практически классический портрет Шостакович. Да, что-то у нас такое немножко... Я бы даже вот это отнёс бы к крику, как ни парадоксально, потому что круги вот эти вот сферические, да? Как у нас, кто у нас к крик относится, к какому жанру? Ну, а это уже такой прям филетон-памфлет вот это вот, я бы так назвал. Хорошо. Вот у нас ещё есть две картины, которые я сейчас покажу. Видите, я уже картины даже говорю. Фото, да? Это уже женская версия, когда Алина уже изображает здесь героиню. Что это такое? Что это за произведение? Это у нас называется «Жертва синоптиков». Просто мы как-то вышли в магазин, попали под дождь, и вот пришла в голову такая идея, что, наверное, когда человек промокает сильно, он будет как-то отогреваться дома, и вот можно это как-то специфически и немного иносказательно показать. Вот здесь уже, я так понимаю, финал изоляции фотографии. Нет, у нас есть финальная фотография, но мы её ещё не сделали, но она в голове у нас есть. А это уже когда человек сходит с ума, и использовали кошачьи усы у наших котов, на зеркало приклеили, и перед подушек, да. То есть как вы приклеили? Просто к зеркалу кошачьи усы, мы собираем. Ну мы их не вырываем. А, не выпадает, а мы собираем. Сейчас вы расскажете, как вы это делаете, но это такой первый финал, да, знаете, как в театре. Первый финал, второй, потом ещё будет третий финал. Ну и такая вот фотография использования как... Это балкон или что это? Лоджия. Лоджия, да. Такая повседневная жизнь. То есть мечты, мечты, мечты. Гуляем на балконе. Причём на балконе там светло и ясно, там хорошо, там жизнь, там улица, а в комнате вроде как всё цветло, хорошо, но не так радостно, как хотелось бы. Как пришла такая идея? Когда вы начали этим заниматься? Через неделю, через две? Когда щёлкнуло что-то? Почему решили этим заниматься? Вам же за это деньги-то платить никто не будет. Конечно, да. Вообще, с самого начала изоляции мы стали наблюдать, опять же, что люди стали что-то снимать, что-то делать, кто-то снимал из-за изоляции. Ну, из-за изоляции чуть позже появилась. Наш один коллега-фотограф, он, допустим, начал снимать каждый день пустые улицы и искать в этом какой-то сюжет в пустоте именно. И вот он снимает, получается, как бы историю этого всего. И мы решили, почему бы не показать историю человека, что у него внутри происходит, потому что на этих карточках, это, по сути, на них не мы, а на них человек в целом. И его там страхи, эмоции, его переживания насчёт вот этой всей ситуации. Атмосферность такая, да, своеобразная? Да, да. То есть кто-то показывает историю снаружи, а мы вот начали пытаться показывать историю внутри человека. Сразу возникает вопрос, зачем? Ну, вот просто для того, чтобы Инстаграм поддерживать? Нет, вот честно верите, нет, потому что мы жили в таком ритме, что мы постоянно что-то снимали, и мы очень любим это дело. И когда тебе резко говорят, всё, ты в клетке, да? То есть, грубо говоря, если бы не приди, господи, в клетку, посмотри, вы там нашли бы что-то сфотографировали. И у нас было одно условие, мы снимали только дома, не выходя на улицу, не выходя... Хотя, естественно, мы в магазин ходили. Ну, понятно, да, да, то есть нужно было снимать. Два раза как минимум имели право на это. Да. Можно ли сказать, что таким образом, благодаря вот этой ситуации, да, как у нас любят говорить, не было бы счастья, да несчастье помогло, вы нашли себя в каком-то новом, в новом творческом статусе. И когда всё закончится, мы надеемся, когда пока непонятно, но закончится всё, что всё равно вы будете ставить себе такие задачи, да, новую вот эту атмосферность показывать. Почему? Потому что человек дома-то часто бывает, да? Другое дело, что после всего, что произошло, наверное, ему не захочется часто дома бывать. Но тем не менее, можно ли сказать, что новая творческая единица у вас появилась на вашем горизонте? Я убеждена, что да. Ну, как и на всех, наверное, это наложит какой-то отпечаток. Надеюсь, что на большинстве людей хороший, как ни крути. Но на нас точно наложит, потому что как минимум мне понравилось мыслить проектно. Ну, то есть для нас это такой сейчас проект. Ну и вот вы как? Вы ставили задачу себе, утром проснулись и ставили задачу. Как этот процесс происходит? Кто режиссёр, кто автор-исполнитель? Или всё совместно? По-разному. По-разному, да. Допустим, будет иметь какая-то идея, я предлагаю Алине, и мы начнем развивать её. Либо Алина, давай сделаем всё это не так, давай. Пробуем. Бывает, что вообще. Не получается, да, как-то и свет не подходит, и композиция не клеится, и приходишь, давай думать новый, давай у нас ещё более идеи до этого. И пробуем постоянно. И прямо у нас была задача, пока не снимем фото, спать не ляжем. Но с другой стороны, смотрите, художник, ведь он когда пишет картину, да, ну, если, предположим, конечно, не пейзаж какой-нибудь там на улице, куда надо поехать, что тоже хорошо, а вот дома он пишет же портрет дома, да, то есть ставит эти всякие там кубики, цветочки, в зависимости от ситуации. Наверное, примерно, что-то на это похоже, да, что он хочет передать, чтобы эти кубики не просто там находились, а жили какую-то жизнью, да. Вот, чтобы получилась одна работа, сколько у вас пошло в мусорник, а сколько осталось? Мы всегда делаем порядка, наверное, от 30, наверное, до 100 кадров. От 20 до 100 кадров, но это уже некую готовую картину вы пытаетесь как-то... Да, 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 уже придуманную концепцию мы уже пытаемся как-то снять и допилить. А вы планируете какую-нибудь выставку сделать? Ну, сейчас она у вас как бы на социальных сетях происходит, да, что-нибудь такого, да? Очень хотелось бы. Вирусная коллекция. Мы даже думали, на самом деле, во дворе попробовать это организовать сначала. У нас там есть баскетбольная площадка, и по её периметру можно было бы развесить работы. Но, опять же, мы стали думать, если это будет уже не совсем прям полная отмена карантина, то нас там могут забрать за то, что мы сделали скопление людей, например. Ну, да, но в любом случае есть ощущение, что с неким новым творчеством вы стал творчество в творчестве. Сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напоминаю, что вы смотрите программу «Открытый диалог». Мы говорим с Дмитрием Мурашовым и Алиной Пасторонко о том, как они проводят творческую изоляцию, я бы так сказал. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях профессиональные фотографы, семья профессиональных фотографов в составе Дмитрия Мурашова и Алины Пасторонко. Здравствуйте ещё раз. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот заканчивая первую нашу часть, чтобы точку поставить, не будет потом ощущения, когда это закончится, что когда вам поставила жизнь такие условия, что в ней тоже был какой-то свой интерес? Будет. Когда, понимаете, я помню, люди начинали, как вот туда не поехать, туда не пойти, а как же там, да? Я уж не говорю про праздники. Но тем не менее вам удалось, мне кажется, придумать для себя новое направление. И, возможно, оно будет каким-то образом дальше продвигаться. Надеюсь, что каждый из вас вот в этом системе изоляции от внешнего мира попытался найти, кроме бытовых вопросов, которые можно и нужно было решать, семейных каких-то вопросов, смогли себя найти в творчестве. Мы видели, что люди поют, люди рисуют, люди пишут. А уж сколько рецептов, даже я что-то там попытался. Сварить сам для себя то, что никогда не варил. Просто интересно. Кажется, что время немножечко остановилось. Но жизнь продолжается. Жизнь была до этого, и жизнь будет после этого. Вы фотографы. Вот на сегодняшний день видео, казалось бы, есть и горизонтальное, и вертикальное. Причем горизонтальное уже есть почти как вертикальное, я имею в виду по размеру, узенькое. То есть горизонт практически, панорамная такая история. Вот. Видео отбирает у нас, у всех, времени, потому что ты начинаешь думать, что выложить, картинку в социальной сети или лучше фотографию. Можно ли сказать, что фотография устарела? На мой взгляд, нет. Почему? В чем вот ее волшебство? Ты знаешь, как спор между радио и телевидением, так спор между фото и видео. Ну, как мне кажется, что доля правды в этом есть. Например, рано или поздно, допустим, как мне кажется, такая индустрия, как рекламная фотография, возможно, исчезнет. Потому что наверняка вы в курсе, что уже существуют виртуальные модели. То есть это... У них есть Инстаграмы даже по 300-500 тысяч подписчиков. Это несуществующие люди, но они выглядят как абсолютно реальные люди. Они могут рекламировать, по идее, любые бренды, любую одежду. Любые габариты. Любые габариты, да. Ну, даже ведущие есть уже роботы. Так что уж там. Как бы, да. Но все-таки остаются такие отрасли фотографии, которые, мне кажется, невозможны пока что, по крайней мере, в ближайшее время точно. Не машинные, скажем так, да? Не электронные. Допустим, вот нам и вам люди платят деньги за то, что это вы. То есть за ваш взгляд, за ваш вкус, за вашу именно подачу материала. То есть в этом есть человек. Так хорошо прозвучало. Вам люди платят деньги. Но если говорить серьезно, вот это великое высказывание «Остановись мгновение» – это прекрасно. Сегодня работает эта история или мгновение должно двигаться, как во многих социальных сетях, что-то петь, танцевать, руками махать? Видео – это же процесс. То есть и зритель, глядя на видео, он воспринимает не покадрово всю эту историю, то есть не покадрово в том числе, но он воспринимает ее и целиком. То есть это как мини-фильм уже, где должен быть какой-то маломальский хотя бы сюжет. А фотография в ней должна быть… Чем она сложна еще? Тем, что в ней должно быть все. Начало, развязка, завязка. И кто на этой фотографии? То есть зритель, по идее, должен сразу понимать, ой, да это же там моя бабушка. Хорошо, Дмитрий, скажите, ну вот вы работаете, я так понимаю, вот, например, свадебная фотография. Вот свадебный фотограф, знаете, вообще в последние годы ко всевозможным обрядам, в том числе и обряду свадьбы, относится с неким таким скепсисом. Почему? Обычно люди говорят, я хочу делать свадьбу не так, как у всех. В итоге все заканчивается, как у всех. Как с точки зрения профессионала обслуживать поставленные задачи? День рождения, юбилей. Приглашают сейчас, когда ребенок рождается, выход из роддома, поехали домой. Вот те же свадебные проездки или фотографирования и так далее. Как это сделать? Не просто вот как констатацию факта, а как вы к этому подходите? Это как творчество, или это просто профессиональная картинка? Не, ну, опять же, что хочет клиент. Он же, когда обращается к фотографу, он смотрит. А черт его знает, что клиент иногда хочет-то. Ну, у ведущих, наверное, с этим сложнее. У фотографов же есть портфолио, и там видно, по крайней мере, как он относится к этому дню. То есть стандартно, нестандартно, туда уход, уход туда и так далее. Хорошо, и как вы договариваетесь с ними? Ну, во-первых, мы настаиваем на том, чтобы они тщательно изучили наше портфолио, чтобы мы убедились в том, что мы смотрим в одно направление, что нам интересны одни и те же вещи. Мы все это проговариваем, мы встречаемся, знакомимся. И если все всех устраивает, то работаем. Заключайте контракт. Да. Но, как бы, подход у нас какой? Мы по большей части репортажные фотографы, то есть на всех мероприятиях мы предпочитаем наблюдать за всем, но это не тот репортаж, который там некоторые люди представляют, что там все некрасивые, косые и там кривые, получается. Да, я тебя слепила из того, что было. А тот репортаж, который при всех веселых и репортажных данных должен оставаться эстетичным? Правильная задача фотографа, работающего на свадьбе, на юбилеи, на любом празднике, о мероприятиях отдельно сейчас поговорим, что вы должны увидеть красиво, даже не зная хорошо человека, не погружаясь глубоко в его историю. Потому что люди же очень стеснительные существа. Вернее, они делятся на две категории. Те, которые все время в кадре, и его оттуда не вытащишь. Вторая категория – это когда «Ой, не надо меня снимать!» «А можно меня не снимать?» Наверное, вы тоже выдерживаете вот эти все реплики. То есть задача сфотографировать одно, еще и задача обработать это все. Правильно я понимаю? Да. Ну, по поводу вот то, что вы сказали «Не надо меня снимать», это, мне кажется, только у нас такой менталитет, то, что мы так воспитаны. Нас все время же в детстве как ставили? «Давай, стой, улыбайся!» Там, ручки по швам. Да. До сих пор там даже иногда встречаюсь ситуацию, что там, допустим, ребенок на каком-то мероприятии, он там бесится, естественно, ему по барабану что-то его снимаешь, ему весело. А мама ему подходит и говорит там типа «Стой, не дыши, остановись, замри!» А вот, ну, зачем? Я помню прекрасно, что до того, как я начал работать на телевидении, вот действительно так вот спокойно разговариваешь, все, никому в голову не приходило, что вот это надо фотографировать. Обязательно же надо... И вот люди, наоборот, начинали... Да-да-да. Вот эти фотографии на паспорт наши советские, вот как будто бы в тюрьму тебя сейчас отправят. И вот и ребенок тоже весь скукожится, весь вот такой, да. А вот мы говорили об этом в перерыве, что, например, чтобы сделать фотокастинг в кино, наоборот, актер должен раскрепоститься полностью, и он должен не останавливаться, двигаться, головой крутить на 360 градусов. А уже задача фотографа – поймать, как он... И его атмосферность, и его все эмоциональные составляющие. Вообще, задача эмоций в фотографическом бизнесе – вот это действительно важно. Вот, например, такая фотография. Что такое эмоциональность фотографии? Как вы считаете? Эмоциональность для меня – это через фотографию. Это когда зритель, не только фотограф и модель, могут считать эту информацию, но при этом она не должна быть вычурной и неподходящей конкретному человеку. То есть мы же всегда видим, когда человек искренне улыбается. Или же это натянутая улыбка. Вот здесь так же это работает. Ну вот еще такой вопрос. Многие считают, что глаза должны быть обязательно открыты, рот должен быть обязательно закрыт или улыбающийся. Просто открыть не должен быть. Но ведь это же неверно. Иногда можно случайно закрыть глаза, это не будет никакое отсылание нас. Почему не любят фотографии с закрытыми глазами? Считается, что это плохой знак. Но ведь и бывают же удачные фотоснимки, когда это подходит. Правда? Конечно. Но бывают живущего человека даже. С едой можно снять красиво. А бывают снимки, которые просто можно назвать… Я даже не знаю, как эта фотография называется у вас. Но вот совсем недавно мы отмечали День Победы. А День Победы у нас всегда, к сожалению, сейчас уже ассоциируется с ветеранами ушедшими. А еще дальше идет такое на сравнение с людьми пожилого возраста. И вот после всей этой коронавирусной истории мы также столкнулись с тем, что у этих людей особое отношение, к сожалению, у вируса к ним. Вот в этой фотографии, что вы здесь… Вы же передаете здесь какое-то другое состояние? Вот моя фотография. Я просто увидел, что… Это свадьба. Да, свадьба, да. Дедушка сидел, курил. Ну да, еще. Да, потому что там происходит действие. Он, получается, ему передвигаться тяжело. Он, получается, вышел из ресторана и сел. У нас просто, да, такое разделение, что, допустим, я снимаю какую-то основную там тусовку, то, что там люди стоят веселятся, обнимаются. А у Димы есть задача, допустим, пойти и найти интересные детали, которые там никто не видел. И вот он… Ну и получилось, что Николай не скажет, что это на свадьбе сфотографировано, во-первых. И такое ощущение, что это вот прям, ну, из жизни такой, да, фрагмент, вот с какого-то магазина. Как правильно сегодня себя фотографировать, своих родных и близких, если, конечно, не пользоваться услугами профессионала? Что надо видеть в человеке и в окружающей среде? Ну, как минимум, мне кажется, что самое важное – это принять себя, что это ты. Ты не модель из Инстаграма, и ты никакой другой человек, и ты никогда другим человеком не станешь. И у тебя есть единственный шанс – это быть собой, больше никем. И вот как бы самое важное, мне кажется, и ценное сейчас – это честность, искренность, в том числе и фотографии. И не стараться как-то себя приукрасить, потому что в жизни же мы все видим друг друга, мы видим, кто какой на самом деле. И лучше, мне кажется, быть собой и честным самим собой. Ну, правильно. Алина говорит, нужно расположить еще человека к себе, чтобы он доверял тебе, и ты ему доверял именно общаться с ним. Как вот мы с вами общаемся, так же, получается, с чужим человеком, ну, просто, чтобы он во время съемки стал тебе как другом, близким человеком. Полюбить его на этот самый прекрасный момент. Еще чуть-чуть можно добавить? Да. Вот сейчас пришла очень мысль интересная в голову, я ее постоянно транслирую своим клиентам, что не нужно бояться фотографироваться у себя дома. Даже если у вас там не как в студии интерьеры, если у вас там не кирпичные лофтовые стены, а старые обшарпанные обои. Допустим, мне кажется, это важно даже сниматься дома и снимать своих детей дома, потому что когда ребенок вырастет, он там может спросить в 14 лет, мама, а где мы жили, когда мне был один год, как мы жили? А мама скажет, лучше бы тебе этого не видеть. А мама скажет, а у меня только фотки возле елки из студии. И мне кажется, что это не очень правильно. Ну, кстати, я, когда был маленький, нас как раз в студию-то и водили. Стоял кубик такой, и все. А я бы очень хотела посмотреть. Вот ты возле кубика стоишь такой-то? У нас две фотографии из квартиры. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня были Дмитрий Мурашов и Алина Пасторонко, профессиональные фотографы, семья профессиональных фотографов. Вам удачи. Спасибо. И хорошо выйти из вот этой нашей сложной жизни сегодняшней, перейти в новое состояние. Меня зовут Николай Пивненко. Это была программа «Открытый диалог». Всего вам доброго. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин